Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы «Вне времена». По большому счету поговорим сегодня о намечаемых властями масштабнейшей программе приватизации государственного имущества. Постараемся разобраться с нашими гостями, в чьих же интересах на самом деле затевается передача наиболее лакомых рентабельных кусков государственной собственности. Может быть о том, что приватизация в принципе сама по себе может быть панацеей от всех бед российской экономики и бюджета. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос. А подведена ли черта под итогами той самой хищнической и по большому счету паразитической приватизации 90-х годов? И согласны ли с ней наши сегодняшние телезрители? Сегодня наша студия. Болдоров Юрий Юрьевич – экономист и публицист. Дзарасов Руслан Салтанович – заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. И Сюмин Константин Викторович – журналист и режиссер-документалист, ведущий программы «Агитация и пропаганда». Здравствуйте, дорогие гости. Рада встретить сегодня в нашей студии. Но давайте начнем все-таки с такого вопроса, который буду рад жить в обществе, потому что четверть века. Все-таки приватизационные сделки продолжаются с тем либо иным перерывом уже больше четверти века. Вот можно ли подвести некий итог и сказать все-таки, чего было больше всей этой политики экономической – вреда, либо же пользы? Руслан Салтанович, как вы считаете? Я считаю, что вред совершенно очевиден, польза неизвестна, потому что утвердился такой своеобразный компрадорский и весьма криминальный крупный бизнес, который основан на очень авторитарной модели управления, извлекает доходы из контроля над финансовыми потоками, значительную часть этих доходов выводят в офшоры и за рубеж. Это, естественно, подрывает и всякие инвестиции, и инновации. Я считаю, что… Я оцениваю чисто… Ну, а эффективная частная собственность, более прозрачный менеджмент, большая подотчетность, меньше коррупции, меньше кумовства. Ведь ради этих же вещей, по большому счету, проводили первую волну, вторую, третью. Я не уверен, что ради этих вещей эти вещи были выставлены в качестве витрины и в качестве прикрытия этого процесса. А на самом деле, конечно, это было стремление мощного прокапиталистического блока, переродившейся советской бюрократии, теневых дельцов, ну и части интеллигенции, не самые лучшие, прибрать к рукам государственные активы Советского Союза. Спасибо большое, Юрий. И все-таки, с вашей точки зрения, в чьих интересах затевалась приватизация тогда, затевается сегодня, и чего больше, плюсов или минусов в итоге? Для общества в целом, не для отдельных Сеченых, Миллеров, Потаниных, Дерипасных, а для нас всех. Вот что была ясность, почему нет такого, что фронт выстроился сразу и не менялся? Почему сначала одни люди по одну сторону, потом по другую, почему все меняется? Потому что изначальная задача была дебюрократизация и переход от тотальной государственной собственности, которая под заново СССР стала в значительной степени собственностью бюрократии, неформально, к тому, что мы все рассматриваем, как положенный пример, народное предприятие. Почему многие из тех, включая меня, кто сейчас решительно против того, что сейчас делается, тогда были за вот такое разгосударствление, раз бюрократизацию. Я напомню, что закон о приватизации, который принимался в 92-м году, он предполагал именные приватизационные счета. А это что означает? Получили вы, вы можете получить долю, скорее всего, в своем предприятии, и продать налево ничего сделать не можете. Вы можете только эффективно участвовать в дебюрократизации управления. Это благо. Во многих странах мира народные предприятия занимают значительный вес в общей структуре собственности. Так вот, надо точно понимать, что вот нынешняя приватизация, или точнее нынешнее разграбление, это следствие, во-первых, мошенничества, возведенного ранг государственной политики. Вы думаете, в 92-м году парламент уходит на каникулы, и в этот момент тут же команда Чубайса подсовывает Ельцину, он с удовольствием подписывает указ о замене именных приватизационных счетов обезличенными ваучерами с целью включить механизм мошенничества, махинаций, не выплачивать зарплату рабочим, у них дети хотят есть, продай ваучер из-за бесценок, или купи бутылку водки. Тут же концентрация капитала в руках мошенников, специально создавшую же такой мошеннический инструмент. Это была умышленно продуманная, осознанная политика по разграблению государственной политики. Да, это тот момент, когда мошенничество, именно мошенничество сознательное, было возведено в ранг государственной политики. А дальше государственный право 93-го года, который уже затвердил это мошенничество как основу государственной политики. Я напомню, что кредитно-залоговые аукционы, которые обычно называют приватизацией, или самым масштабным сделать приватизацией, это не была приватизация. Приватизация – это то, что прошло по закону через государственную программу приватизации, утвержденную парламентом. Но тогда, в 90-е, так называемые вихие 90-е, преимущественно левый национально-ориентированный парламент не пропускал тот же ЮКОС, Сибнефть и так далее в приватизацию. Это были, кстати, игровые советы федерации и коммунисты в Госдуме, так понимаю. Коммунисты, фракция Бабурина, она иначе называлась. Большинство было социально и национально ориентированное. Именно поэтому они использовали мошеннические схемы типа вот этих кредитных залогов. Но это вообще не есть приватизация, это просто сознательное масштабное мошенничество, которое не должно иметь срока. Сейчас мы еще поговорим, с вами продолжим разговоры. Константин Николаевич, вы согласны с таким диагнозом, достаточно жестким вердиктом, что все-таки это даже была некая экономическая политика, не осознанные действия по разгосударственному повышению эффективности экономик. Это была все-таки такая схематоз именно по оттемам имущества в пользу правильных людей. И сегодня, по большому счету, новый план приватизации, это некое продолжение этой политики. Потому что у населения денег нет, у малого бизнеса денег нет, у реальной секции загибается, кредитные рынки закрыты. То есть передать можно либо глобальному бизнесу, либо своим друзьям через деньги госбанкиров. Да, я согласен с такой интерпретацией событий. Другое дело, что я считаю, что сам переход от общественной формы собственности к любым другим все равно должен был завершиться тем, чем он завершился. То есть реинсталляция частной собственности в масштабах одной экономики. Могло ли это дело остановиться на этапе народного предприятия, приобрести какую-то промежуточную кооперативно-коллективистскую форму? Я уверен, что нет. То, что произошло в 1991 году, это по сути дела буржуазная контрреволюция. Это победа контрреволюционных сил и выворачивание наизнанку всего того 70-летнего опыта строительства советского государства, за которые была заплачена колоссальная человеческая, интеллектуальная, ресурсная цена. То есть это триумфы сил реакции, сил реваншистских, которые сохранились внутри советского государства или вызрели на почве. Я считаю, что корнями этой приватизационной аферы, этого тотального слома советского наследия нужно считать провозглашенную в 60-е, 70-е, 80-е стратегию конвергенции двух систем, примирения рыночной и нерыночной модели управления хозяйством. Поэтому то, что произошло, это закономерно. То, что происходит после, это тоже закономерно. Да, конечно, это выгодно, да, конечно, это полезно, да, конечно, это здорово для определенной ничтожной части населения. Для всех остальных, для общества это убийство. Я считаю, что для народа, для трудящихся нашей страны, для всей советской цивилизации, частью которой мы являемся, это катастрофа. Проблема заключается в том, что многие критики советской системы писали о том, что господство бюрократии само по себе при отсутствии реально обратной связи демократического процесса неизбежно приводит к тому, что эти начальники затем захотят захотеть собственности. И мы должны трезво понимать, что в 1991 году ведь не было такого, что народ просто взбунтовался сам. А была проблема, связанная с тем, что сами высшие руководители, в том числе захотевшие захватить собственность, сами предали и сдали страну. То есть тогда получается тоже неизбежность. Тогда она танцевает о том, что нельзя было допускать такого господства бюрократии еще в советское время. Да, и очень русский Владимир Спевых, кто этот вопрос поднял. Но я просто думаю, что это немножко за рамками нашего сегодняшнего обсуждения. Да, Юрий, давайте с вами сейчас перейдем дальше к следующему вопросу. Вот буквально недавно был утвержден очередной план приватизации, включающий в том числе стратегические активы. Документ называется «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах». Но если коротко, то приватизации должны подлежать в ближайшие три года примерно 500, соответственно, 300 вгупов, 500 общей с ограниченной ответственностью, там крупнейшие предприятия, Совкомфлот, Объединенная зерновая компания, Сбербанк вроде хотят уже всунуть, и Внешторгбанк, и Зарубежнефть. Там десятки крупнейших монополий. Вот как вы этот документ оцениваете, будет ли это панацеей от всех бед? А я не слишком монополизировал. А мы сейчас перейдем, я сейчас сразу слышу про комментарии. Значит, что важно мне вот с точки зрения того, о чем вы спросили. Первое. Сейчас это списывается, потому что ситуация трудная, денег нет. Но планы были заложены еще в 2010 году. Помню. И те же ключевые стратегические активы, включая Росниф и Совкомфлот, были в плане приватизации еще тогда. Это первое. Второе, на что мне важно обратить внимание. Уж если приватизировать, надо понимать последствия. Вот последствия очень разные. Если вы приватизируете, скажем, пермские моторы, что делали в 90-е, и отдаете стратегическому противнику, вы просто теряете ключевое авиационное предприятие. Ваши противники и соперники заинтересованы, вы просто уничтожите. В национальном государстве, не члене ВТО, не связанном кандалами ВТО, если вы приватизируете добывающую компанию, то вы имеете возможность через лицензионные и прочие механизмы заставить частного собственника настолько ходить по струночке, что он будет за каждым решением приходить спрашивать, а можно мне или нельзя. И все потоки в ваших руках нефти. Все в ваших руках. А если вы приватизируете такую компанию, как Совкомфлот, то вы просто берете и свое отдаете, и никаких рычагов воздействия в будущем вас вообще не будет. Вы пытаетесь ввести какое-то регулирование, флот просто уводится за рубеж, и все. Рынок разрулит, как нам говорят. Что? Рыночные силы все расставят по своим местам, рынок разрулит. Еще раз, надо понять, что если вы приватизируете Совкомфлот, в который весь Советский Союз вкладывал силы, то вы получаете в чистом виде дырку от бублика, потерянное время, масштабные ресурсы и нерешение стратегической задачи, ради которой создавался флот. То есть этот флот вообще... Еще раз, добывающая компания, они не могут с ней скрыться. Они могут убежать, но их лишили лицензии, и все, и до свидания. А флот, это вы просто отдаете, он к вам вообще не имеет больше никакого отношения. Вы никаких регулятивных инструментов по отношению к нему вообще иметь не будете. То есть вот сдача Совкомфлота, это ярчайший пример, просто... Предательство национальных интересов. Просто перечеркивание труда целых поколений. Спасибо большое, спасибо. Руслан Салтанович, давайте с вами поговорим вот о чем. Нам говорят, что в принципе вопрос стоит о деньгах, что якобы в лучшем случае получим 450-500 миллиардов рублей от этой приватизации, потом Минфин говорит, что вроде как 150-160 миллиардов рублей максимум, потому что многие компании не готовы к продаже, нет инвесторов, и ценовая конъюнктура неблагоприятна. Но это, наверное, для обывателя звучит большими деньгами. 500 миллиардов, 300 миллиардов, триллион рублей. Мы прекрасно понимаем, что в масштабах российской экономики, во-первых, это меньше, так скажем, 1,5 суммарного дефицита бюджета страны. Это, наверное, всего лишь полпроцента от УВП при экономике 85 триллионов рублей. То есть это, в принципе, заткнуть дыры на год, на два максимума, дальше непонятно, как жить. И вот с вашей точки зрения, все-таки, чего больше? Как говорил Чубай с 90-х годов, не допустить красного реванша и отдать собственность в руки правильных, как он говорит, эффективных менеджеров, чтобы не было возврата к социализму? Или же здесь все-таки действительно фискальный интерес заткнуть дыры, золотая дыра, потом живем как-нибудь? Я думаю, речь не идет на самом деле ни о том, ни о другом, ни об эффективных менеджерах, ни о том, чтобы всерьез заткнуть фискальные дыры. Речь идет о том, чтобы прибрать к куркам в интересах заинтересованных лиц очень вакуумные куски государственной собственности. В цифрах, сколько же это даст, я никак не могу разобраться, потому что звучат очень разные цифры. В разы скачут, да. Да, а вообще официальная цифра говорит о том, что за три года собираются выручить 17 миллиардов рублей всего-навсего и в год где-нибудь 5,6 миллиарда. Ну, то есть там, видимо, ни Сбербанка, ни Штуркбанка нет, ни зарубишь нефти, то есть это какие-то... Просто надо понимать, что это всего 0,002% от дохода в бюджет. Ну, даже если будет триллион к нам обещали, там полтриллиона, триллиона рублей, то все равно расход бюджета рассматривается в размере 16 триллионов рублей, и это ничего не решает. Конечно, дело совсем в другом. Это верно, что политика подчинена сейчас стабилизации якобы финансовой системы за счет резкого сжатия в ближайшие три года дефицита федерального бюджета, и ради этой цели сокращаются расходы государства в пять раз, темпами в пять раз быстрее, чем планируется падение его доходов. Ради этого сокращается доля расходов на науку и образование при разговорах о модернизации и импортозамещении. Но данный вопрос, приватизация, даже не способствует решению этой весьма формальной задачи, которая соответствует только интересам крупного финансового капитала. Это в чистом виде захват очередной порции государственных активов. Руслан Славович, давайте с вами тогда продолжим. Вот такой вопрос интересный. Почему российские власти, правительства так активно привлекают приватизацию иностранцев, и консультантов, и аудиторов, и инвестбанки, и какие-то катарские фонды, которые то сначала финансировали террористов, теперь уже наши друзья вроде до гроба, потом оказывается, что у них вообще денег нету, кто им дал деньги, они сами понять не могут, то ли это какие-то европейские банки были, то ли это вообще деньги Роснефти, которые у Роснефтегаза были переведены в Газпромбанк, потом эти деньги сами же себе выкупили. В общем, это очень мутная история, но тем не менее постоянно уши иностранцев появляются. Юрий Юрьевич говорил, что недопустима приватизация стратегически значимых предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе в пользу зарубежных наших стратегических конкурентов, вот, насколько, кому продадим-то в итоге, кому не продавать? Все-таки это будут формально запад, но реально российские офшоры, российские деньги, или же мы, наши власти все-таки хотят вот как-то все это отдать в руки Ближнего Востока, Европы, Америки? Насколько я понимаю, действительно, наши власти хотят, чтобы иностранный капитал включился в приватизацию и вздыхают по поводу санкций именно с этой точки зрения. И, кстати, сказать насчет Катара, еще упомяну, что Катар является стратегическим противником в сирийском кризисе, например. Так что это более чем странная позиция. Мне кажется, мое предположение, это то, что таким образом наш правящий класс хочет как-то наладить мостики к таким влиятельным группировкам, которые, как представляется нашему правящему классу, помогут ему вернуть расположение правящих классов Запада. То есть, торговаться, совершенно верно. Катар, сначала с вами, все-таки давайте разберемся вот в чем, вроде бы как антироссийские санкции продолжаются. Вроде бы нам по всем госканалам говорят, что здесь война, не на жизнь, а на спирт, день простоять, до ночи поддержаться и победить эти всех там мировые закулисы, всех заграб этих страны. Тем не менее, мы видим, что наши чиновники только что делают, постоянно говорят про западные деньги, западные технологии, западный капитал, и не можем, не допустим ли мы случайно так вот интервенцию западного капитала. Им опасно, не опасно, но может действительно мы уже не можем развиваться без американцев, европейцев, китайцев, надо все дать оптом. Мне кажется, что вопрос, не допустим ли мы ее, не актуален. Мы давно ее допустили, и за эти 25 лет в чем была идея вот этой контрреволюции Чубайсовской и компании? Действительно, забить стальные такие бетонные сваи, которые потом нельзя было бы уже из почвы выдернуть, когда сюда приходит под какой-нибудь блокирующий пакет крупнейшая международная компания, как ты потом ей докажешь, что это принадлежит народу? Да никак. Это и есть инструмент плавной, поступательной, постепенной оккупации. Нужно сказать, что те благостные ожидания, которые связывались с новым поколением нашей власти в 2000-х годах, они как раз имели под собой надежду у большинства населения, что этот механизм экономической оккупации будет демонтировать. Вспомните, как ликвидировалось с помпой, это преподносилось в прессе, как это болезненно и тяжело было осуществить, соглашение о разделе продукции, как пытались избавиться от этого механизма. Всем казалось, вспомните, как преподносилось дело ЮКОС, я освещал с первого до последнего судебное заседание и видел, как это происходило вблизи. Всем казалось, что это и есть начало масштабной кампании по деоккупации нашей экономики, по возвращению актива в собственность государства. С течением времени стало очевидно, что природа капитала неизменна, что он будет действовать в первую очередь в своих интересах, а не в интересах общенародных или уж тем более в интересах трудящихся. Поэтому то, что я еще раз повторю, то, что происходит сейчас абсолютно закономерно. Мы сейчас вот занялись одним проектом творческим, изучаем эволюцию китайской экономики в докоммунистический период и после. И мне вот то, что происходит у нас сейчас, напоминает, если честно, поведение властей Гоминьдана перед победой китайской Компартии, когда с одной стороны имидж этого националистического правительства в глазах большинства населения был такой, знаете, ура патриотический, игра с жилваками, все дела. А на самом деле, в силу тотальной дезорганизации, в силу неспособности приструнить олигархическую вольницу, в силу неспособности планировать в условиях полного хаоса экономических интересов и противоположности интересов агентов экономических, правительство Гоминьдана не смогло ни наладить снабжение армии вооружениями, ни проложить эффективную, создать эффективную транспортную систему и постоянно, возгоняя внутренний патриотизм, виляло хвостом, искало способ договориться с иностранцами и получать от иностранцев военную или экономическую помощь. Вот это то, на самом деле, что мы видим сегодня. Попытка создать и в идеологическом пространстве, и в экономическом пространстве какую-то жалкую реплику, какую-то версию русского Гоминьдана. Спасибо большое. Константин, но все-таки, смотрите, критики скажут, вот ваши критики скажут, что все-таки посмотрите на опыт там какой-нибудь скандинавских стран, посмотрите на опыт Японии, Южной Кореи, что-то в Америке, Китая, где смешаны типа экономики, управления, да? Что все-таки, может быть, при этой государственной власти, при этой вертикали, при этом механизме принятия решений, который пронизан коррупцией, каким-то клановыми интересами, может быть, действительно, уж лучше отдать каким-то другим частным инвесторам, российским либо зарубежным, чем российским, там, Сеченым, Миллером, я не знаю, Потанином и прочим, 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 которые, в принципе, уже показали себя прекрасно за последний четверть века, и мы как были на сырьевой игле, так и сидим все плотненно на сырьевом колу. Может быть, здесь, как бы, при нездоровом государстве, госуправлении, в принципе, вопрос приватизации и национализации, он ничего не решает? Это очень популярный, набирающий все больше популярность, особенно среди молодежи, миф о том, что у нас построен неправильный капитализм, а если его демонтировать, изгнать перечисленные вами фамилии и начать строить правильный капитализм, то мы тогда рассветем. Разумеется, наша средняя и даже крупная буржуазия недовольна складывающимся положением вещей, недовольна монополизация многих рынков, протестует против засилия бюрократии и хотела бы слегка обновить поляну. Именно поэтому такие смыслы вбрасываются. Но мы должны все прекрасно понимать, что это миф о том, что частный капитал эффективнее государственного. Это миф о том, что в мире рыночной экономики, западной, шведской, скандинавской, южнокорейской и так далее, отсутствует планирование. Мир корпораций стремится к укрупнению. Мир корпораций стремится к планированию. Вопрос лишь в том, в чьих интересах будет производиться и кем планирование на твоей территории. Если ты открываешь свой рынок для иностранных чеболей, ты никогда не вырастешь свои. Но ты должен понимать, что если ты и вырастешь свои, как это сделано в Северной Корее, в присутствии 40-тысячной армейской группировки Соединенных Штатов, которая выступает там гарантией для любых иностранных... Южная Корея, Южная Корея. Простите, Южная Корея, для любых иностранных инвестиций, то и эти твои чеболи родные или пиночетовские какие-нибудь медные холдинги не будут тебе подконтрольны. Но зарплата, тем не менее, 5 раз выше у них, чем в России. Можно получить сытную пайку, как плату за участие. Я думаю, что многие хотели бы россияне либо в Южной Корее, либо в Скандинавии, чем в Северной Корее. Но для этого нужна вторая Россия, в борьбу с которой можно было бы включиться на стороне Запада. Спасибо. Юрий Юрьевич, давайте продолжим вопрос. Частная либо государственная собственность. В России, так понимаю, у нас не частная, не государственная, какая-то государственно-монополитическая, олигархическая, панамско-тосканская собственность получилась в итоге-то. Да, отвечая на ваш вопрос, я должен, к сожалению, опланировать уважаемому Константину. В какой части? С СССР у нас никто не кончал в 2003 году. СССР не дали распространить на всю страну в 1995-1997 годах. Но два исключения, сахалинские месторождения, пошли именно как исключение, как компромисс ради достижения согласия не дать распространить на всю страну. А в 2003 году, опять же, никто не вернул это России, никто не покончил с этим, а уж извините, просто отжали долю в пользу «Газпрома». Ну «Газпром» такая же частная компания. Более того, доходы «Газпрома» не идут в бюджет, об этом мало кто знает. Они идут в паразитической прокладке «Роснефтегаз», которая сама решает от щедрот своих, что дать в бюджет, а что потратить вообще неизвестно на что. Не сеет, не жнет, но паразитирует. И это я отвечаю дальше. Значит, я могу подробнее вам показать, где все это описано. Я с вами согласен, вы абсолютно правильно говорите об этом. Я имел в виду, что возникали иллюзии. Да, были иллюзии. И ведь действительно проблема в том, что пройдя круг вот еще царской России, затем революционный советский период, нынешний период, мы должны понимать, что способов паразитирования бесчисленное множество. Паразитировать можно на частной собственности, а можно на государственной. Роснефть. Сколько процентов акций Роснефти принадлежит государству? На вскидку? Сколько? Было 75, потом 50. Ну сколько сейчас? Ну примерно. Больше половины. Вы ошибетесь, потому что вы зайдете в реестр и увидите ноль, 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 ноль. Там Роснефть газ. Одна. А где остальные? А остальные не принадлежат России. Они принадлежат Роснефти. Газу, который принадлежит России. Но который не является публичной компанией. Его бухгалтерия скрыта. Там человек 15-20 работают. Они уже секретили информацию. Не сеют, не жнут. Чистые паразиты. Моя качественная оценка. Это не оскорбление. Это качественная оценка. Паразиты, высасывающие соки из страны. Президенту задается вопрос под занавес того года. А вот почему так? Он говорит, ну а вот на что у правительства не хватает денег? Вот мы из этих денег и тратим. Это наш карман внутренний. Мы сделали тайную от своего народа тумбочку или карман или кошелек. Чисто мошенническая операция. Еще на всю страну объясняем, что это для того, чтобы делать то, что не могут делать публичные власти. Еще раз. Вопрос не в том, что была частная, множество форм, в том числе коллективная. Или государственная собственность, если мы не можем обуздать паразитизм. Мы должны обуздать паразитизм во всех формах. В том числе и паразитированной государственной собственности. И еще одно маленькое замечание. Нам же подают как? Вот такие вульгарные либеральные идеологи. Ну вы видите, государство какое. Оно же не может управлять. Поэтому давайте приватизировать. Так вы его сделали таким. Вы его приватизировали. Работал, показывая, что те же Вавилов и Кох, они были назначены от имени государства, управляющими госсобственностью. Мы показывали, что мы саботировали управление. На всех углах рассказывали, что государство не может управлять. И затем по карманам своим. Руслан Славович, давайте все-таки еще раз Ваша точка зрения, собственность коллективная, государственная, народная, частная, конькооперативная. Какая? Ну необходимы все виды собственности в России? Либо же только более радикально, как говорит Константин, государственные контрольные средства и производства. Какие отрасли могут быть в частных руках, какие не в частных руках? Должны ли быть вообще какие-то мелкие формы собственности, мелкие предприятия, самозанятое население? Мне кажется, что самозанятые мелкие предприятия могут быть. На мой взгляд, частная собственность может быть только в такой форме и в такой мере, когда есть прямая связь между трудом собственника и его доходом. А что касается крупного бизнеса, то никакой критики не выдерживает то, что это якобы прибыль, это заработная плата капиталиста, потому что, посмотрите... Плата за риск еще говорит. Да-да-да, это все масса таких, масса этих теорий. На самом деле, чем крупнее капитал, тем больше прибыль. Никакой заметной связи с трудовым вкладом капиталиста прибыль не имеет. То есть вы не верите в разговоры про то, что если не платить тому же Сечину либо Миллеру 2-3 миллиарда рублей в год, то их перекупит Apple, Microsoft, Cisco Systems, они просто с руками их заберут, таких менеджеров силиконовых дарилов. Не вижу, что это такие гениальные менеджеры, что кто-то будет их покупать. Чубайса надо держать золотыми унитазами. Конечно. Мне кажется, что нужно избегать опасности как неконтролируемой частной собственности, так и государственной. И в крупном производстве должно быть сочетание государственной собственности, собственности трудового коллектива, муниципальных властей. И самое главное, чтобы это был процесс открытый и подконтрольный, я бы обратил серьезное внимание на модель корпоративного управления в Германии, где есть наблюдательный совет, в котором не менее половины мест по закону принадлежит представителям рабочих. Но какую бы мы модель корпоративного управления, изощренную, не придумали, все равно она будет работать, если есть народов власти в стране. Вот вам критики вот скажут, что мы здесь всего приватизацию критикуем, но очень многие так называемые псевдолибералы говорят, что в 90-е годы главное достижение, что люди смогли приватизировать свое жилье, свои квартиры, квадратные метры. И вот теперь у них есть крыша над головой, а если допустить процесс национализации, деприватизации, пересмотра итогов, то и квартиры лишат, и жить будут, не пойми где, то ли в огороде, то ли на даче, либо еще где-нибудь. Но здесь власти тоже подсуетились, нам уже ввели кадастровую оценку недвижимости, к 2020 году льготы все будут убраны по кадастровой оценке уплаты налога за имущество, и будем платить в 3-5-7 раз больше, за квадратные метры на загородных участках тоже больше, плюс капитальные ремонты перенесли на дорогих россиян, сейчас по всей стране их повышать начали, от Красноярска до Омска. Что за мошенничество такое интересное? Хитро вообще получилось? Ну это явное проведение интересов правящего класса за счет населения, и никакой другой интерпретации я тут научно и не вижу. И как сказал уже несколько лет назад один видный чиновник правительства Москвы, по поводу тех, кто живет в центре, когда стали говорить, что вот смотрите, там как все дорого-дорого, а вы теперь еще хотите по рыночной стоимости вводить обложение имущества, и так люди совсем не смогут... Хрящевка 20 миллионов рублей, конечно. А он ответил, что такова тенденция всего мира. Если человек хочет жить в центре, он должен пошевелить в кармане. Но я бы это обобщил. Получается, что если человек вообще хочет жить в собственной квартире, он должен пошевелить в кармане, не только в центре. Почему у нас по телевизору так редко теперь показывают мультфильм Джани Радари, Чиполлина, по сказке Джани Радари и Чиполлина. Потому что все, что мы обсуждаем, там есть. То есть сборы на... То есть мы отменяем импортные и экспортные пошлины, навоз в Россию, яхт, самолетов, бенеджетов, чтобы чиновники возили своих псов во встречащая честь России, но при этом хотим вести сборы за сбор грибов, за вылов рыбы, за вот эти там шесть сот, о которых люди живут, огурцы выращивают. То есть это вот прям как у классика было. Мне кажется, нужно чуть расширить контекст происходящего, потому что то, что мы перечисляем, то, что мы описываем, безусловно, возгоняет ненависть и раздражение в народе. И ненависть это, причем при тихой радости, наблюдающей за этим средней и, как я уже сказал, отчасти крупной буржуазии, да, канализируется, направляет в сторону государственной машины, государственного аппарата. Это кто делают? Чиновники. Что нужно сделать? Демонтировать бюрократическую систему. Ну, чиновники коррумпированы. Все продать, все приватизировать, чтобы было как на Западе. Вот логическая связка, которая сегодня пропагандируется в массах. Что на самом деле происходит у нас сейчас? Да, во-первых, когда мы сравниваем эффективность частной и государственной, общественной, все-таки, я думаю, правильнее говорить, форм собственности, мы должны понимать, да, что речь идет не о том, что мы завтра там сможем или не сможем позволить себе там 20-й айфон, произвести этот айфон самостоятельно и так далее. Ситуация в мире и в нашей стране несколько другая. Мир подходит к черте, за которой капитализм неизбежно, накопив определенное количество противоречий, будет сбрасывать их через вооруженные конфликты. Никто не обещает никакого будущего с безоблачным небом и бесконечным количеством одежды, айфонов и так далее. То есть придется пересматривать модель потребления и модель организации общества. И та модель, которая нам сейчас навязывает, это модель, которая ведет прямиком на кладбище. Эта модель не позволяет защитить то территориальное, даже географическое пространство, которое мы сегодня занимаем. Единственный способ эту территорию защитить, его нащупали кровью и потом, жесточайшими жертвами, героическими подвигами. Нащупали в начале 20 века большевики. Они доказали, что по-другому нельзя объединить народы, иначе как зажав капитал и предложив другую программу, другую платформу мобилизации в интересах большинства выживания, в конце концов, физического большинства населения. Они здесь готовы согласиться, но просто очень, вот вам критики скажут, очень интересно, что, Константин, вот смотрите, с 2008 года получается, там, американская экономика выросла, например, на 18-20% европейская, там, чуть поменьше, но выросла китайская, выросла практически там в два раза, да. То есть у них-то вроде бы как все более-менее нормально. А вот мы все на том же уровне, что были в 2008-2007 годах, причем по инвестициям уже ниже 2009 года скатились, там, с учетом по обменам курса экономика вообще практически уполовинилась. Так, может быть, это не у нас здесь... Нет, 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 нет. Нет, я с вами в том числе, что наш капитализм, конечно же, по сравнению с теми капитализмами, капитализмами, это такое слабое животное, которое все норовят обожрать или просто проглотить. То есть сравнивать наши успехи с их успехами неправильно, но говорить, что у них нет противоречий, которые завтра заставят их друг другу вцепиться в глотку, или нет противоречий, которые взрывают ту же Америку изнутри, что там нет безработицы, что там нет гигантских зон деиндустриализации, где жизнь вообще напоминает зоопарк. Я их видел своими глазами. То есть этот мир идет к катастрофе в любом случае. И то, что катастрофа у нас... Но тем не менее из России в Америку езжают, а не из Америки в Россию. Это перепрыгивание с одной спасательной шлюпки на другую. Но все эти шлюпки, они движутся в одной и той же воронке, понимаете? И нужно понимать, что в этой воронке мы рано или поздно должны будем беспокоиться о себе, а не о том, чтобы куда-то пересаживаться. Я предлагаю, прежде чем продолжим нашу дискуссию, ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Приватизация государственных активов сегодняшней кризисной России. Это 1% считаю, что способ пополнения государственного бюджета, 2% создание новых стимулов для экономического развития и роста, 40% очередной подарок крупному капиталу, 57% стратегическое ограбление страны. Юрий Юрьевич, с вами, по-моему, здесь многие солидарно согласны. Или, может быть, другой вариант более правильный? Два последние пункта собирают 97%. Они, безусловно, правы вместе. И то, и другое верно. Я бы хотел отреагировать на предыдущее. Первый Константин поставил фундаментальный вопрос. О том, что мир движется к глобальному катаклизму. У нас нет задачи всех перепугать. Но главное, что в этом катаклизме мы слабое звено. Слабых бьют. Вот это принципиально важно. И если бы страна была готова сейчас к коммунистической, левой, вот такой радикальной революции, я не против. Я готов жить в специалистическом, коммунистическом обществе и так далее. Но сегодня общество разбито немножко иначе. То есть я не против того, чтобы вывели свою пропаганду. Это правильно. Но сегодня стоит задача краткосрочная, ради долгосрочного успеха, мобилизации во что бы то ни стало, и тех, кто разделяет ваши взгляды, и тех, кто верит, что можно построить более справедливое, капиталистическое, или какое-то иное... И очень важно показать, что нынешняя власть сознательно передергивает, считает подмену понятий. Ваш вопрос с квартирами. Я даже удивил, что никто это не сказал. Нельзя путать личное потребление и средства производства. Они их специально смешивают. Понимаете? Личное потребление – это квартира. Это не имеет отношения к приватизации стратегических активов. Первое. Второе. Конечно, фундаментально важно обложить налогом. Но что? Масштабные излишки потребления. Не плюс-минус там 10 метров квадратных жилья, а то, что касается дворцов по несколько тысяч квадратных метров и далее. Конечно, безусловно. Но они-то хотят сделать наоборот. Они хотят, чтобы бояре не платили. Они сейчас предполагают, те, кто упал в санкционный список, освободить от налогов. Но санкционный список, я понимаю, для простого человека это не важно. А для супермиллиардеров из списка Форбс это принципиально. Они освободятся от налогов, а стричь будут овец. Значит, еще одна важная мысль, с которой я тогда не договорил, потому что мне показалось, что я монополизирую, слишком долго говорю. Нет, просто время. Сейчас надо трезво понимать. Не является все раздать и отнять у этой власти решением. Почему? Потому что власть, не способная управлять в наших интересах, она же даже нельзя подозревать в том, что она приватизирует в наших интересах. Она приватизирует так, чтобы вообще не оставить камня на камне, чтобы мы никогда и вернуть не смогли яркий пример Совкомфлот. Спасибо. Руслан Славович, очень коротко прокомментируйте итоги голосования. Какой вариант ответа вам ближе? Мне ближе всего, что это очередной подарок крупному капиталу, но, безусловно, он ведет к стратегическому ослаблению страны. Я хотел бы добавить к сказанному о мировом кризисе, что успехи американской и европейской экономик – это конъюнктурные колебания. Да и китайская тоже. И китайская тоже. Это не аргумент, потому что в основе этого кризиса… Ну, у них хоть что-то есть, у нас вообще ничего есть, понимаете? Да, понятно, что у них есть оборонно-промышленный комплекс, который конвертируется и к диспрофункции. Но то, что происходит сейчас, это поднимается такая волна мирового экономического кризиса, который накроет всех. Колоссальные долги, понятно, да? Сейчас не просто долги. В основе этого кризиса лежит тот факт, что в течение десятилетий эксплуатировалась мировая периферия с низкой заработной платой, и в результате понастроили заводов по всему миру, а продукцию некому покупать. И вот эта проблема в рамках сегодняшнего мирового хозяевства, каким мы его знаем, неразрешима. И боюсь, что построить какой-то хоть минимально устойчивый капитализм в России в этих условиях невозможно. Спасибо, Чёртон Славович. Давайте всё-таки поговорим про приватизацию, особенно про 90-е годы, про уехать в сегодняшнем дне. Об итогах приватизации 90-х стали говорить всё меньше и меньше. И президент России, и премьер-министр уже говорят, что вопрос закрыт, никогда мы к нему не вернёмся, не нужно раскачивать то ли лодку, то ли яхту, фатинию, непонятно что-нибудь там раскачивают. Но вопрос закрыт навсегда, потому что надо как-то сейчас с ним договориться, с этим смириться. Это было первоначальное накопление капитала, как в 18-17 веках в Англии, в 19 веке в Америке происходило. А закрыт ли вопрос с вашей точки зрения? Или эта травма на российского альгархического капитализма всегда будет с нами? Закрыть этот вопрос никто, никакие власти не в силах. Закрыть его невозможно. Потому что люди, основная масса населения страны, и значительная часть специалистов, не признают легитимность этой частной собственности. И не признают с полным основанием. Приватизация в результате всех этих криминальных процессов, которые хорошо известны, закрепила такую модель частной собственности, которая принципиально неэффективна. О чем мы уже говорили раньше. Вывод активов является... Но есть эволюционный, без потрясений, путь пересмотра? Нет, нету, на мой взгляд. Потому что те, кто прибрал эти активы к рукам, и кто эксплуатирует их именно в таком краткосрочном режиме, им принадлежит и власть. Спасибо, человек. А, Сергей, с вашей точки зрения, все-таки пересмотр итогов возможен? Люди недовольны? Большинство, кто когда может это сделать? Каким путем? Какие механизмы? Было бы странно, если бы имущий класс не старался этот вопрос замылить и снять его с повестки. Но для нас, мне кажется, сегодня он имеет примерно такое же значение, как вопрос о земле для царской России. Он не будет снят с повестки, потому что все прекрасно знают, откуда эта собственность взялась. Я бы вот к тому опросу, который вы сейчас комментировали, хотел бы добавить один пункт. Является ли все вот это подарком капитала, стратегическим условиям? Да, пожалуй, является. Но одновременно то, что происходит, является необязательной предпосылкой для нарастания классовой борьбы, классовых противоречий в обществе. И нужно понимать, что тот же, скажем, Туарь Шенгельс, который еще в 890-м, я не ошибаюсь, прописанной истины, является жареный петух. И когда он является вдруг, то классовое сознание внезапно, там, где его не было, появляется, там, где оно было, напоминает о себе. И все эти вещи, злободневные и актуальные, которые мы сейчас обсуждаем, и которые, может быть, с фырканем будут отвергнуты обыкновенным нашим зрителям, обывателям, через какое-то время вдруг приобретут для него совершенно другое, более весомое звучание. То есть классы вопроса, вопроса власти и собственности, они вечные вопросы, они не закрыты спустя 100 лет. То, что объективы, продавая, облагая новыми налогами, усиливая противоречия, они тем самым занимаются чем? Они занимаются образованием массы. Они им прививают классовое сознание, там, где оно было утрачено. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Все-таки итоги 90-х годов закрыт, не закрыт. Это просто как его переоткрыть или перезакрыть? И есть ли мирный путь решения? Я немножко заострю вопрос. Давайте. Вот с кем из ныне здравствующих ассоциируется вот самая вот эта грабительская, вульгарная, наглая сторона приватизации? С Чубайсом. А кто невинно сидит в тюрьме, сейчас подвергается репрессиям? Квачков. За что он подвергается репрессиями? Он не организовал покушение на Чубайс, суд оправдал, но все равно заперли, потому что он идейный и склонный к организации других идейных врагов Чубайса. До тех пор, пока у нашей власти Чубайсы в фаворе и сидят на управлении масштабной государственной собственностью, вы все, уважаемые телезрители, должны понимать, что как только Чубайсы почувствуют в вас своего противника, они просто вас будут обирать. Они вас точно так же запрут, как Квачкова. Сегодня борьба за Квачкова, это еще и борьба за пересмотр итогов. Юрий, сейчас давайте про классовый интерес и продолжим разговор. Я все-таки напомню, мы все напомним, наши телезрители тоже, что в этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину Великого Октября. Революционным путем в нашей стране удалось избавиться от засилий иностранного и своего российского крупного олигархического капитала капиталистов, и во многом, которые жили еще за эксплуатацией труда рабочих. И во большом счете, думаю, ваша точка зрения в том числе стоит, что без Великого Октября не могло быть ни модернизации производства, ни новой масштабной индустриализации страны, ни создание 9 тысяч крупных предприятий, ни коллективизации, ну и вообще, в принципе, ни какие достижения, которые были последующие годы, десятилетия. Вот сегодня какие-то есть параллели с той эпохой, столетней давности сегодня? Главная параллель сегодня, это то, что одной из причин революционной ситуации 100 лет назад было в том числе засилие иностранного капитала. Не заинтересованного в развитии здесь. И вот сегодня провоцирование новых приватизаций, в том числе и добывающих компаний, на которые, как я раньше сказал, теоретически национальное государство может узду надеть, но оно окажется слишком слабым. Мы оказываемся слишком слабыми и стоим в ситуации, когда нынешняя следующая приватизация это фактически провоцирование завтрашней будущей интервенции, потому что интервенты придут не к нам, как к чужим, а они придут отставить свое. Мы не должны провоцировать новую интервенцию против своей страны. Спасибо большое. Уважаемый гость, у нас время, наша программа подходит к концу, к огромному сожалению, поэтому каждому из вас в заключении такой последний вопрос. Все-таки, как можно было бы остановить разрушительный процесс приватизации стратегических госактивов и что произойдет с экономикой, с финансами и с обществом, если приватизация, которая началась 25 лет назад, продлится и будет продолжаться теми же темпами? Когда мы говорим о лице приватизации, вчерашней, сегодняшней или завтрашней, мы должны представлять не профиль Чубайса или Ходорковского, или какого-нибудь еще утонченного западного интеллигента. Вот у вас рядом с домом топливозаправочный комплекс кому принадлежит, а рынок вещевой кому принадлежит, кому месторождение принадлежит. Вот когда вы видите фотографии или видеоотчеты с похорон Япончика, вот вы видите толпу, несущую гроб. Это те люди, которые получили власть в стране в результате приватизации. Там прокуроры и наши замечательные МВДшники уходят на похоронах. Это тот интернационал капиталистический, бороться с которым можно только создавая интернационал трудящихся. Спасибо большое, Руслан Салтанович. Что делать? Скажите, как нам создать процесс разрушительной приватизации, доиндустриализации, офшеризации, олигархизации экономики? Ну, абстрактный рецепт, это, конечно, переход к национальному планированию в форме индикативного планирования, но достаточно определенного, опирающегося на господство государства над командными высотами в экономике. А вот как этого добиться? Это должно быть давление снизу. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Что-таки смена власти должна произойти, я так понимаю, на данном направлении? Понимаете, вот перед выборами парламентскими парламентскими, я специально всюду подчеркнул, нравится президент, не нравится, неважно. Мы сейчас выбираем социально-экономический блок. То есть парламент влияет на состав правительства. Сейчас у нас впереди президентские выборы. Хочешь, не хочешь, надо трезво говорить о том, что что-то изменится радикально, с учетом нашего опыта последних 17 лет, можно сказать, однозначно, только при смене власти. А для того, чтобы власть сменить, нужно, чтобы объединились и те, кто за красных, и те, кто имеет другую точку зрения, но за свою страну. Все, безусловно, национально ориентированные силы должны объединиться. Найти компромисс, я уверен, все-таки возможно. Но не с теми, кто апеллирует к Западу и тем самым провоцирует интервенцию. Спасибо большое, уважаемый гость, за интересный разговор. Мы еще поговорим о том, что происходит с приватизацией, но совершенно очевидно, что новый раунд распродажи наиболее лакомых кусков в госсобственности производится на интересах правящего класса, крупного сырьевого оффшорно-олигархического капитала. И, к сожалению, для нас всех, для простых россиян, ничем хорошим это не закончится. Но в эфире была программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok